Александр. Здравствуйте. Александр, мы вас приветствуем. Александр, у нас тут дискуссия. Посадят ли Скобееву или она успеет переобуться? Тут Гаспаряна арестовали. Как вы думаете? Это к чему? Ну, насчет Гаспаряна, к чему я не знаю, признаться. Но он же, я никогда не следил специально за его деятельностью, но, насколько я могу судить, он имел непосредственное отношение к организации неких медиа, и не только, возможно, медиасты. И, соответственно, через его руки проходили какие-то деньги. А там, где деньги, там всегда в России есть что делить. И, как известно, одним из основных способов конкурентированной борьбы является пассажир. Собственно, мы это неоднократно наблюдали не только в этой области. Сажали персонажей покрупнее, владельцев больших бизнесов, министров и так далее. А Скобеева, насколько я считаю, все-таки исполнитель. Высокооплачиваемый, высокоранговый, но не более чем исполнитель. Не то, что называется распорядитель кредитов. Поэтому, скорее всего, успеет. Я не могу поручиться конкретно за Скобееву, но с другими людьми из этой когорты, если так можно выразиться, типа Соловьева, Киселева я был когда-то неплохо знаком. И поэтому, да, конечно, вероятнее всего, что и Скобеева, и уж точно мною названные и многие другие, плюс Норкин, плюс и так далее, и тому подобное, они сменят содержание того, что они говорят, тон, которым они отзываются о действующей политике. Просто вот автоматически со сменой контракта и нанимателя. Мгновенно, в тот же день. Ну, собственно, что я вам рассказываю, вероятно, многие в Украине еще помнят Дмитрия Киселева, сотрудник одного из украинских телевизионных каналов. И человека, который и сам себя характеризовал, и в медиапространстве был известен, и в Украине, и в России, как либерал из либералов. Поэтому контракт определяет все, в первую очередь позицию. Александр, но прежде чем мы с вами поговорим на следующую тему, я хотел бы выразить вам личное уважение, потому что я отношусь с пиететом к депутатам первого и второго созывов. Об этом мы недавно на днях говорили с Аркадием Янковским, он был депутатом второго созыва, потому что те депутаты были, скажем так, идейны, в хорошем смысле слова, хотели строить свободную Россию, хотели строить Россию будущего, а нынешние депутаты это звание давным-давно дискредитировали. Поэтому это так, вам такой небольшой комплимент. А поговорить я с вами вот насчет чего хотел. Я хотел у вас спросить, смотрите, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года, многие страны достаточно быстро и сразу приняли, ну скажем так, на какой они стороне, заняли какую-то определенную позицию. Я помню, что даже вот из Украины часто прилетало Израиль, у которой на тот момент, казалось, там пытается усидеть на двух стульях, который никоим образом там не водил против России санкции, а который пытался как-то балансировать между вашими и нашими, назовем это так. Но, когда мы смотрим на то, что происходит там последние недели, последние месяцы, я хотел у вас спросить, вы как человек, который знает российскую повестку, вы как человек, который живет в Израиле, знает израильскую повестку, что произошло между Россией и Израилем, что стало камнем преткновения, почему было закрыто агентство Сахнут, которое много лет помогало репатриировать евреев, какая кошка пробежала между Россией и Израилем, и каковы сегодня по отношению к России настроения в Израиле? Ну, я вас поправлю немного, Сахнут в России еще не закрыт, это дело в суде, и оно еще только будет рассматриваться по существу, и даже вот вчера-сегодня в результате телефонного разговора президента Израиля, Эрцога и его российского визави Путина, вроде бы что-то стало меняться в несколько лучшую для Сахнута сторону. Но тем не менее, я утверждал и утверждаю, что процесс, если угодно, расхождение позиций Израиля и России, в том числе и в данном случае по поводу российской агрессии в Украине, это процесс объективный и неизбежный. Он может идти более энергично, что ли, в связи с такими событиями, как кризис вокруг Сахнута, а может идти менее энергично. Но он идти обязательно будет. Тому способствуют два, если угодно, фактора. Первый длительный, но все же временный. В Израиле выборы. Когда их не было, то у политиков израильских руки были в гораздо большей степени развязаны. И, естественно, такой фактор, как российские войси, вернее, границы Израиля, а на той части израильской границы, которая формально считается сирийской, все знают, находятся вовсе никакие не сирийцы, а российская военная полиция, которая по соответствующим соглашениям разделяет армию обороны Израиля и корпус стражей исламской революции, иранский. Поэтому, вот, собственно, их российских солдат там дислокация, плюс российские ПВО в Сирии, где, опять же, называя вещи своими именами, происходят постоянные боевые действия между армией Израиля и иранскими формированиями этого самого, мы уже упомянутого, корпуса и его прокси-формирований из Ливана и Газы прежде всего. Вот эти два фактора, они действовали на позицию израильских политиков и до той или иной степени продолжают действовать, но выборы. И всем понятно, что значительная часть израильских граждан, израильских избирателей, они о войне в Украине знают, и они имеют по этому поводу свою позицию. И не менее 70% израильтян поддерживают Украину в той или иной мере, более или менее решительно. Но, тем не менее, не менее 70% поддерживают Украину. Причем это не значит, что 30% поддерживают Россию. Россию поддерживает из разных групп населения, но максимальная цифра, которую я слышал, число точнее, это 19%. И то это, я подчеркиваю, в одной из групп, довольно большой, но тем не менее группе русскоязычных израильтян. 19% это максимум. Потому что есть еще те, кто считает, что идет где-то далеко от нас война, а эта война не наша. Значит, вот эти три позиции, и, как я уже сказал, позиция, что Украина права, и государство Израиль в той или иной мере, опять же, должно быть на ее стороне, особенно во время выборов. Тем более, что, если кто не знает, это пятые выборы за три года в Израиле, менее чем за три года даже. Вот, и далеко не очевидно, что они последние. Потому что парламентская республика такая штука, что может не появиться сколько-нибудь устойчивого правительства опять. Первый фактор. Второй фактор, он гораздо более долговременный. Ни для кого не секрет, ну, для 100% израильтян, ну, да, не для семейки, не секрет, что нашим в диапазоне от главным до единственным союзником в тех основных конфликтах, которые существуют у Израиля, и в которых Израиль принимает участие, и в большой доле вероятности это участие будет активизироваться, я имею в виду, прежде всего, Иран. Нашим главным и, возможно, единственным союзником являются Соединенные Штаты Америки. Позиция Соединенных Штатов Америки по отношению к происходящей войне в войне всем тоже известна. Она может вызывать критику и порой вызывает среди украинцев, но, тем не менее, эта позиция абсолютно однозначна. И поэтому Израиль с неизбежностью занимал и будет занимать позицию более или менее, по крайней мере, приближенную к американской. Ну, собственно, опять же, пример понятен. Израиль не вводил санкций, но правительство Израиля абсолютно однозначно гарантирует, что Израиль не будет тем механизмом, который позволит танцарю. Скажите, она... Израиль не будет структурой... У нас есть небольшая такая задержка с интернетом. Видимо, нашему гостю сейчас как раз звонят по телефону. Более-менее. Да. Давайте все-таки подождем, пока наш гость все-таки вернется в эфир. Очень интересно у Александра спросить, насколько Россия сейчас влияет на внутреннюю повестку... О, вы вернулись. Здравствуйте. Насколько сейчас Россия влияет на внутреннюю политическую повестку Израиля? Получается или не получается? Потому что мы знаем, что практически во всех странах Россия старается усилить свое влияние, так или иначе. Есть ли это в Израиле на сегодняшний день? Я бы сказал, нет. Влияние России... Потому что в Израиле, как я уже сказал, значительное большинство граждан поддерживает Украину. Раньше этого не было. Ну, Россия и Россия, ну, Украина и Украина. То, что происходило до 24 февраля этого года, в общем, не особо много внимания в Израиле привлекало прежде всего у большинства иврит и язычных граждан. Ну, как бы вялотекущая какая-то война. Вы же понимаете, в Израиле этим никого не удивишь. Когда где-то постреливают на границе. Ну, у нас... У сами каждый день на границе постреливают, и это называется мир. А вот то, что сейчас происходит, широкомасштабная агрессия, бомбардировка мирных городов, гибель гражданских лиц и прежде всего детей. В израильских СМИ ну, понятно, что первое время новости о происходящих военных действиях были просто первополосными. Сейчас они перестали такими быть, как во многих СМИ всего мира. Но информация о пострадавших и особенно погибших детях, она постоянно привлекает внимание. В Израиле дети – это особая такая статья. И поэтому нет никаких сомнений, что, собственно, влияние России как агрессора. А Россия – агрессор в глазах, как я уже сказал, ну, огромного большинства израильтян. Она упала. И российского посольства, и тех структур, которые все время были им созданы, там, ну, знаете, там, всякие союзы соотечественных, в этом роде, собирать какие-то акции в поддержку российской агрессии, ну, то, что они называют спецоперацией, они терпят полный крах и, в общем, уже даже перестали особо пытаться, потому что приходят десятки человек и не более. В больших городах, ну, там, в Хайфе до ста, а Хайфа – это один из трех самых больших городов в Израиле. В то время как в поддержку Украины приходят 20 тысяч, больше, и никакие посольства этим не занимаются, потому что на то есть, разумеется, нормальным образом израильские общественные организации. И в этом смысле влияние России, я уверен, стало гораздо меньше, потому что не может вырасти влияние тех, кто развязывает войны, тех, кто бомбит мирные населенные пункты, зверствует, пытает, насилует. Ну, какие симпатии? В Израиле же, как в любой нормальной стране, свободная пресса. Это все есть, это передают по телевизору, об этом пишут газеты. Какие уж тут симпатии? Александр, я хотел… Вы сейчас вспомнили об обстрелах, вы сейчас вспомнили о детях, которые погибают. И в этом контексте я хотел бы вот еще о чем с вами поговорить. В то время, как британское правительство выделяет Украине оружие, средства для отражения агрессии Российской Федерации, одна из достаточно известных организаций правозащитных со штаб-квартирой в Лондоне заявила, что вооруженные силы Украины, а не России, угрожают гражданскому населению. Ну, вы понимаете, что я говорю о том, что британская правозащитная организация Amnesty International на днях опубликовала отчет, в котором указала, что вооруженные силы Украины подвергают опасности гражданскому населению, создавая базы и размещая системы вооружения в жилых районах, в том числе в школах и больницах, нарушая законы войны, когда они действуют в населенных пунктах. Я это не зря сказал, не зря об этом вспомнил. Во-первых, вы, ну, как бы, сами заговорили о жертвах, а во-вторых, я знаю, что организация Amnesty International и раньше осуждала, например, ЦАХАО, да, она защищала Хамас, и, собственно, это уже не первый случай, так сказать, когда зашкварилась эта организация. А сейчас это, скажем так, это событие имело общественный резонанс очень большой. Оказалось, что организация не собирала свои данные непосредственно в местах ведения боевых действий, что эти данные собирались у пленных украинцев, которые в данный момент пребывают в фильтрационных лагерях на захваченных территориях, и, естественно, никакой объективности речи не идет. Директор украинского отделения Amnesty International заявила, что к украинской стороне не обращались для того, чтобы помочь в создании этого отчета, и уволилась. Ну, в общем-то, как вы оцениваете эту ситуацию? Почему Amnesty International, такая, казалось бы, известная на весь мир правозащитная организация, допускает такие серьезные проколы? Это совпадение? Ну, знаете, в чем дело? Вот как раз продолжая тему израильского общественного мнения, в Израиле эта новость прозвучала достаточно широко, но никого не удивила, потому что для нас Amnesty International это давно, в общем, если не символ, то как минимум один из главных примеров необъективности. И в том числе как раз вот в том аспекте, за который они пытались критиковать ВСУ, потому что, как известно, террористы из Хамаса в Газе постоянно размещают свои огневые точки в школах, в детских садах, в больницах и так далее и тому подобное. Причем, в отличие от Украины, где школы закрыты, там эти школы вполне себе работают. И сколько армия обороны Израиля прикладывает усилий к тому, чтобы вывести из-под удара гражданское население, но об этом можно рассказывать очень долго, об этом постоянно пишут, по крайней мере, в Израиле, вплоть до того, что когда речь идет о любого рода жилых, офисных или тем более образовательных зданиях, то наши спецслужбы выясняют поименно, кто там живет или работает и сообщает о том, что будет нанесен удар не только в прямом эфире, скажем, по радио, но и смски рассылает всем, кто в этом здании, как я сказал, живет или работает. Поэтому и тем не менее в отчетах Эмнести всегда обвиняется только армия обороны Израиля. Которая, видите ли, опять нанесла удар по жилому дому. А то, что в этом жилом доме не было ни одного мирного человека в это время, а зачастую из-за этого, естественно, и никого не было, кроме штаба или огневой позиции, собственно. Об этом они предпочитают молчать. Так же, как они в девяти случаях из десяти молчат о том, что израильские города и села обстреливаются ракетами совершенно неизбирательного действия, которые падают, куда Аллах им на душу положит и регулярно поражают именно жилые дома, транспортные средства, мирные совершенно, автобусы, машины, в том числе школы и что угодно. Ну, просто потому, что это города и села, это просто ракеты, совершенно не какого-то сколько-нибудь точного наведения, примерного наведения на населенный пункт. Поэтому для нас это вот это, и, соответственно, никто не удивился, что, по их мнению, во всем виновата та сторона, которая защищается, защищает свою страну и защищает свои гранты. Для нас это совершенно обычная история, и если только вызвало какое-то количество дополнительных ощущений области с Украиной и Украиной. Вы знаете, я еще хотела поговорить с вами о судьбе русских иммигрантов. Знаете, почему? Потому что есть очень много русских, которые сейчас выехали из России, и они активно поддерживают борьбу Украины, не боятся заявлять о своей точке зрения. И вот сегодня стала интересной очень такая важная новость из Болгарии. Варнинский окружной суд в Болгарии принял решение выдать России ее гражданина. Им оказался Алексей Альчин, которого обвиняют в Российской Федерации за неуплату налогов еще в 2016 году. Запрос на экстрадицию Россия подала только после того, как Альчин в феврале публично сжег свой паспорт, протестуя против войны с Украиной. Но судья, которая приняла решение, не считает его политическим беженцем и даже никак не собиралась делать на скидку на то, что ему небезопасно возвращаться в Россию. И я вам скажу, что причина его выезда вообще за границу была в том, что он вообще предприниматель. У него был очень интересный бизнес, который хотели отжать силовики. Бизнес был по переработке лома и цветных металлов. В итоге на него традиционно возбудили дело, и он под предлогом международных соревнований выехал и осел в Болгарии. И вот занял оппозиционную такую очень яркую позицию. У нас есть синхрон Ольги Романовой, глава организации Русь сидящая. Давайте послушаем, что она скажет на этот счет, потому что если такой прецедент в Болгарии будет, и его экстрадируют другим оппозиционерам, которых вы хорошо знаете, тоже грозит экстрадиция. Давайте послушаем, что говорит Ольга Романова. Прецедент этот очень и очень опасный. Если вот сейчас болгарские судебные власти пробьют эту защитную стену, защитную для беженцев, для иммигрантов, для людей с оппозиции, с антивоенной оппозиции, если эта стена будет пробита, то на этот прецедент к сожалению будут слаться и другие суды, другие прокуроры. Опасная вещь. И вообще надо сказать, что сам факт этого решения суда и для Болгарии без прецедента, поскольку до сих пор болгарские суды работали, я бы сказала так, с пониманием ситуации. да, впереди апелляция, если говорить честно, я считаю, что юридически в правовом смысле были сделаны некоторые ошибки, конечно, но тем не менее они все могут быть поправимы и объяснимы в ходе дальнейших судебных разбирательств. И во всяком случае решения бакстрадиции должно быть отложено до тех пор, Алексею Альчину грозит безусловно не правовое преследование в России. Мы с вами прекрасно знаем, что право суды в России уничтожены полностью. Мы с вами прекрасно знаем, как работает система исполнения наказаний в СИН, где процветают пытки, которые между прочим, в весеннюю сессию российского парламента были законодатели закоплены. Закон называется закон о противодействии пыток. Закон о противодействии пыток. Ольга не успела договорить. Какое лично ваше мнение об этой ситуации? Как вы думаете, это опасно или нет? И что это за звоночек? Ну, я должен сказать, что я не уверен, что это так уж первый звонок, возможно, в Болгарии, потому что я знаю, что нескольких человек экстрадировали в Россию из Италии. Есть аналогичные кейсы в Чехии и, например, довольно известный предприниматель и благотворитель мой хороший знакомый Виталий Динсбург сейчас в Чехии там, собственно, было решение экстрадиции, потом была вторая инстанция, которая его приостановила, в общем, его судьба окончательно не решена, хотя сейчас он в Чехии на свободе, уехать из Чешской республики он не может. Ну, вот теперь в Болгарии. Лично я убежден, что, как Оля правильно сказала, в Российской Федерации в настоящий период правосудие отсутствует, отсутствует как явление, независимо от статуса осужденного, статьи судьи. Вот любой гражданин, российский гражданин, иностранный гражданин, оказавшийся под следствием и под судом в России, не может быть уверенным в том, что он находится в условиях справедливого законного следствия и судебного разбирательства. Это никому не гарантированно. И мы это прекрасно знаем на многих примерах, как я уже сказал, и российские граждане, и иностранные граждане. Второе. Условия содержания как в следственных изоляторах, так и тем более в колонии, в России, являются с точки зрения цивилизованных стандартов пыточными. Сам факт, еще раз, заключение под стражу и направление для отбытия наказания означает для человека то, что его пытают и будут пытать. То, что по сравнению с этим в России отдельно называется пытками и фактически лицемерно легализовано законом об их запрете, о запрете пыток, это уже пытки, я бы сказал, сталинско-гитлеровского уровня, когда людей избивают палками, когда их мучают электротоком и так далее и тому подобное. Но реально пыткой является то, как содержат людей в современных российских СИЗО. Ну, собственно, современных это, я имею в виду, несуществующих, потому что в огромном количестве случаев они ничем не отличаются от тех, которые были не только сто лет назад, но и в девятнадцатом веке. А я в свое время когда-то в России работал адвокатом и в этих СИЗО бывал. Ни раз, ни два, ни три. Поэтому знаю, о чем бывает. Вот. Поэтому я-то считаю, что выдавать в Россию нельзя никого, потому что любой человек, даже не политический, а действительно, может быть, и не без оснований, подозреваемые в каких-то уголовно наказуемых деяниях, все равно не может быть гарантирован от несправедливости и беззакония в суде и обречен на путь. Поэтому цивилизованные страны просто не имеют права этого делать. Другое дело, что это, конечно, проблема для этих самых цивилизованных стран, но проблема это ведь то, что надо решать, а не то, на что надо закрывать глаза. Александр, вам огромное спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи из землеобетованной был Александр Осовцов, российский политический деятель, депутат Госдумы Российской Федерации и первого созыва. До свидания.